В календаре литературных дат мы расскажем вам о литературных юбилеях писателей. Напомним о книгах-юбилярах. Июль. 24 июля – 220 лет со дня рождения Александра Дюма, французского писателя. Литературное наследие Дюма обширно. Оно включает пьесы, исторические труды, путевые очерки, множество романов. Богатое воображение и театральное мышление позволили ему изобразительно выражать драматизм конфликтов и событий, колорит быта и нравов. Три мушкетера. Граф Монте-Кристо. 28 июля – 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Васильевича Карпова. Большинство произведений посвящены жизни военных и носят документально-фотографический, биографический характер. Самой лучшей трилогией – маршал Жуков, его соратники и противники в дни войны и мира. Жуков на фронте Великой войны, маршал Жуков, Апала. Считается самой лучшей, самой достоверной книгой о полководстве Жукови. 14 августа. 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского писателя, лауреата Нобелевской премии, саги о форсайтах. Его творческий проект был грандиозен – показать историю нескольких поколений, столпов английского общества. Его сага не просто серия семейных романов, а билетрисованная история Англии, входящая из викторианской эпохи XX века. 30 августа. 110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Губарева. Повесть-сказка «Королевство кривых зеркал» пользуется большой популярностью. Есть такие скучные люди, которые не верят в волшебство. Не верь этим людям, дружок. А о волшебстве в каждой книге расскажет вам Виталий Губарев. 10 сентября. 150 лет со дня рождения Владимира Клавдевича Арсеньева. Русский писатель, путешественник и отнограф. Исследователь Дальнего Востока. Один из создателей краеведческого направления в отечественной научно-художественной литературе. Дирсу Зала по Уссурийскому краю. 11 сентября. 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича. Книги Житкова полюбились детям и взрослым. Ведь писатель рассказывал о том, что он сам видел, что происходило на его глазах. О настоящей храбрости, о товариществе и дружбе. Книга-юбиляр. 150 лет. Азбука. Школьное пособие, написанное Львом Толстым, для обучения детей чтению письму и арифметики. Литературно-педагогическая работа, состоящая из четырех книг и впервые изданная в 1872 году, включает не только адресованные ученикам короткие истории, былины, басни, загадки, но и рекомендации педагогам. Баранкин, будь человеком. 1962 год. Надоело быть человеком. В школе двоек получать нельзя, уроки прогуливать нельзя, драться нельзя. А что же можно? Всегда учить уроки, быть примерным, быть трудолюбивым. Какая мука! А давай попробуем превратиться в каких-нибудь птиц или насекомых. Поживем в свое удовольствие. Так решили друзья-школьники Юра Баранки и Костя Малинин.